Я, конечно, хотела побольше PvEG, чтобы все свитчи, взрывные свитчи или какие-то опнеры, они были, так сказать, на полное вообще, чтобы шатр уходил, и он уходил там на, так сказать, на все деньги. Да, на все деньги. Так есть. Да, Эми поправил, да, трингет не из нормала, а трингет вообще из LFR. Я думаю, что команда, да, команда уже готова, давно уже готова. То есть мы тоже, мы начали стрим, как обычно, такой уже, как всегда, можно даже сказать, всегда был пододушен немного в ПГ, то есть там сразу сервера, автоматическая защита включилась, там 5-6 минут прошло, и все окей. Собственно, наверное, можно давать команду, во-первых, попросить их, чтобы нас заинвать или... Я уже в команде, я... Хорошо, тогда я буду ждать Джокером, чтобы меня тоже заинвать или... И к этому экшену мы будем приступать, смотреть, что сегодня будет, что сегодня будет в равных условиях, когда ни одна из команд не дедосится, ни... А, я тоже в команде, то есть, да, у меня просто... У нас пока есть время, я думаю, уже только ленивые об этом не слышали, но все же стоит напомнить о следующем турнире, который у нас будет. Ты, может, потом не расскажешь, потому что ты ведь непосредственный организатор. Да, так сказать, намечается у нас грандиозно. Возможно, это будет, вообще, последним турниром, да, в катаклизмах. Возможно, это уже зависит от Близзардов, хотя, как я понимаю, панды, они выйдут не раньше, чем Октябрь, поэтому мы увидим еще много экшена летом. Определенно, если у нас будет время, если... И средства. Да, и если ситуация тоже на... Не будет никаких предпатчей, скажем, которые будут длиться, там, 3 месяца, да, ну, знаете, разное может быть. Например, когда выходил Burning Crusade, предпатч был около, там, где-то 2,5 месяца вообще. То есть, игроки бегают в таком хаосе. Если, например, он выйдет где-нибудь, там, в начале июня или, там, в середине июня, например, что-то такое, то... Может, там... Да, то есть, там уже, я не знаю, то есть, вообще, как там что-то можно будет проводить, потому что все изменится, вообще все. И я не думаю, что там будет какой-то баланс. Хотя бы такой привычный катаклизмовский баланс, да, как мы привыкли со всеми, так сказать, странностями, необычностями, да, этого аддона. Ну, как есть, да. Да, и турнир, турнир будет эпичный, у него будет несколько фаз, о фазах я расскажу. Так, команда пока, да, команда еще, ну, пока, видимо, готовится. Но, если что, у команд, если меня слышите, добро уже есть, можете ставиться в другую очередь. Через какие-то арены, кстати, мы услышим и Калача, и Изди, и Шадоса, и Крео, да, то есть мы зайдем... Да, наверное, только фейки будут молчать. Да, ну, нас, быть может, он как раз удивит через месяц своим появлением в Москве, если его команда пробьется в топ-4. А что для этого нужно им сделать? Для этого нужно сделать следующее. Подать, во-первых, подать заявку. Да, подать заявку на участие в турнире. Это делается специальной формой, она уже есть и в новостях на портале Prestige Gaming, и в специальном топике, посвященном этому турниру. Подается она по всем правилам, там и имя, и фамилия, и отчество указывается. Оно никуда не распространяется, это только остается в базе ПГ у организаторов. Указывается официальный стрим, он обязателен. Это такой подарок, подарок и праздник, так сказать, можно, да, для всех, для всех любителей смотреть вообще стримы. Каждая команда будет обязана стримить абсолютно все игры, которые она играет. И помимо стримов, она должна будет сделать скриншоты всех игр, чтобы, ну, знаете, шквал, такой менталитет, всякие игры, да, игры утренние. Мало ли что, то есть, если что, мы как бы, ну, ребят, мы верим, конечно, мы классные, вы такие, вы опытные, хорошие, но скриншоты тоже закиньте так, паком таким. Хотя бы имеете их. Да, имеете просто пресет, то есть, не обязательно, то есть, ну, конечно, есть, ну, как бы, есть команда, которая, ну, ребят, мы видели, ваши стримы, мы, в вашем стриме каждый вечер было тысячи человек, что там, знаете, чего мозг парить вообще, а если какие-то ребята, так, ну, как-то, ну, просто непонятно, да. Так, у нас открывается арена, я буду, так сказать, по ходу, по ходу игры, я буду рассказывать, да, вам еще о турнире, как, что будет проходить, в какие этапы. А сейчас, наверное, сдал я картинку, да, не ошибся, сдал я уже картинку, и будем потихоньку, будем, ну, начинать нашу обученную процедуру, это смерть двух спектаторов, я смотрю, Шурка сегодня нас порадовал стилсером. Мне, мне, точнее. Да. Наконец-то. Так, и на фон поставлю я, кстати, да, вообще, почему-то на фон обычно я поставлю какую-нибудь там чистую, пусть там где-то музыка играет на фоне. Так, в общем-то, 45 секунд до начала я сейчас пишу в пати-чат. Так, и почему-то я... А, нет, нормально все. Да, все отлично. Так вот, после того, как команды подают свою заявку и начинают стримы всех своих игр, их можно будет увидеть в специальном таком разделе, это будет рейтинг команд-участниц с турниром, то есть это будет отдельный ладер, куда вы заходите, и будет список, ну, название команды, там, значки класса, их рейтинг, позиция в ладере среди других участниц, да, то есть не просто, ну, как бы, ладер общий, а именно среди команд-участниц. И будет такая прикольная кнопка, ну, будет написано зеленым онлайн, либо зеленым оффлайн, либо красным оффлайн. Это будет, так сказать, индикатор стрима, включен или не включен. То есть вы заходите и смотрите, ой, эти играют, эти играют, эти играют, можно посмотреть вам сразу в нескольких окнах. Ну и, конечно, для некоторых других команд это возможность... Ну что, я думаю, уже можно... Да, я думаю, что давай 5 секунд, а то я так несколько заговорился, конечно. Много чего хочется рассказать, поделиться. Ну, будет у нас время. Да, будет время сегодня. Гоу-гоу-гоу, начинается у нас игра, поехали. И напомним, напомним, что... Будет интересно. Я вначале могу смотреть за командой РМП полностью, как они продвигаются в Селси. Я смотрю, Шадос, кстати, занимает свою позицию и получается САП. А в прошлых играх, напомним, что были нам другие открытия, Шадос постоянно находил... Теперь полный САП на Калаче, и Опин по Шадосу идет сильнейший. Сейчас все учет, стоит он на его, у него меньше 50%. И, наверное, отринковать Шадос, я думаю. Нет, он стоял полностью. Но хорошо, хорошо его пробило определенно. И, быть может, дойдет это все дело до Чидеса, но пока... Пока нет, вот Кидней был по Крево. МК сейчас знакомый у нас МК. Однако скинули, скинул сразу же аромат на этот опенер. Пришлось ему поюзать Идис Куэлл. Сейчас Блайн закинут в Изи, Изи стоит до сих пор Блайн. Уже выходит, это Блайн был после эфира, ополовиненный. И пока все хорошо. Сейчас Калач тринкует, тринканул Блайн. Да, тринканул Блайн. Я не сбился, у меня не отобразился. Мне показалось, что... Сейчас полное кольцо стоит, вот сейчас может быть опасно. У Фейки есть проблемы. Констейбл снимает визы и смотрим, что будет дальше. Калач получил хорошую серию контроля, но не было момента, не получилось рассказ-то по кому-либо, по аромату или по Шадосу. Рассказ-то не получилось, то есть контроль, да, вошел, хороший и полный. Но что делать дальше? В принципе, сам Калач сейчас хороший отцель для свеча. Определенно хороший. Да, то есть тринканул Блайн у него нет, вполне можно. Но я смотрю сейчас, что сам он прессует Мага. В полной дифризе отстоял Калач, СС после этого не последовало. Я думаю, по нему будет ездить, у него 60% хп. И свеч по Изи. Сильный свеч по Изи, полный станлок. На нем висит вообще все, что только можно. И в том числе начинается ее защитных кулданов от самого Изи. Ну, еще такой один свеч он выживет, а вот уже третий, третий непонятно. Ну, смотрите, Шадос от Изи не уходит. Но не забудь, что тринкан сохранил на Блайн, то есть, в принципе, у него тринкан должен быть еще. Да, Блайн-то он не тринкал, это точно, то есть, в принципе, в такой ситуации. А по Мане, кстати, по Мане тоже пока все окей. Смотри, шик на Шадосе и Деприс по Калачу, будет ли что-то? Будет много чего, будет абсолютно много чего. Заходит полная огорода. Будет ли какие-то станлок? Да, получает он полный тринканул, тринки-то у него нет. 30% хп, но и Джокер, он не может сделать... Вот сейчас приходит уже Шадос помогать своему Шаману, сдает чипшот. Смотрите, как Джокер догоняет у нас Калача, но ароматный дефит его, дефит ароматный, отфиривает Джокера в сторону. А в это время Шадос не дает Крио тоже зафиксироваться на Шамане и, в общем-то, такой болезненный... Но теперь, смотри, сейчас импакт в касс получает Калач, и Кидней полный по нему сдается, может быть, опасно. Кстати, и сразу же изюзается Финдабо, это просто грандиозный вес. Дефенсивный Койл был сдан, я видел. По сути, сейчас такая была попытка сыграть в 3D-D, будет ли использование тотема, конечно, да. Калач не стал, наконец-то, сейчас тянуть и показал. Выбивают, смотри, выбивают, РМП выбивает кулдау, ну вот оно как. Они выбили, да, и тучу использовали тоже, так что вполне нормальный такой обмен получил. И буквально, буквально где-то секунд 20 назад еще не будет во всем этом ездить. Сейчас Сиддин паркается на свитч, он отстейбл снимает с себя, но... Вроде-вроде подхиливается, да, Крио сидит на Шадосе, кстати, въезд это такой сейчас неплохой, потому что долгое время Шадос был в лосе от Калача. Я думаю, есть у него сейчас дефенсивные кулдауны уже, чтобы спасти Сос, ставить фейки. В полном блайнде стоит Изди, на этот раз он его тринкует и будет помогать своим тиммейтам. Серяет лок, а лок тринкует это. Калач полный дефрис отсоял, но больше с ценой не последовало. И вроде-вроде как, ну смотрите, если сейчас в Шадос стоит у нас и во Фрос Нови, и свитч по Шадос сейчас идет, интересно только, почему получится ли сделать шип? Нет, я смотрю, а у Крио-то тоже далеко не фул хп, пытается везде поднять, что ему удается. Сейчас отлично, отлично Калач поработал по фокусу, по Джокеру. Была попытка сделать шип по импакту, не получилось, и шоки, и граунинги вошли. То есть такая прям работа, не сдает Калач, не дает себя за контроль. Вот сейчас Макс слил, вот у него нет, он блинкуется к шаману, если не ошибаюсь. Полный дефрис получает, но Мата уже тут как тут и зафиривает. Мага не даст ему ничего сделать абсолютно, хоть Крио и приходит уже на цель. И в ЕС по Локу будет вместо этого. Да, Калач это рядом, и Калач далеко. И смотрите, сейчас у нас Изи бежит на Фир, Тримор у нас, Тримор есть, с Фиром не будет столь страшен. Однако Крио, тучка по Крио использована 40%, использован и Вижен. На 4 секундный фир, кстати, слил. И использован Кош, снимаются полностью все доты, по идее у него все будет. Хорошо, он какой ВЕС по Калачу. Полный кеды, нету Тримки-то у него. По всей видимости, это нет, аромат, аромат, аромат тащит, аромат тащит, аромат тащит, аромат, аромат фернул, аромат... Смотрите, да, 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 и в этот момент езди 20% КП, темы-то только что были в Дабл-фире, и никак они не смогли ему спасти. А прага с тобой, если не ошибаюсь. Да уж, вот это вот, это вот просто вот, должен он был умереть, Калач должен был умереть, ну, аромат, да, сдаёт в фулл фер, нет ринкетов, нет Водфа, нет ничего. Изи при этом здесь пылить не смог, потому что на нём сидел уже Шадос, и в Изи, то есть, такую вот просто напряжённые игры. Победить, победить может каждый, знаете, вот такие споры были на форуме, что вот уже, да, всё, у РМП никаких шансов нет, там... Комати, что-то, они могут выбрать аренду. Да, сейчас я напишу. Вообще, да, интереснейший матч получился, увлекательный. Совсем понятно, почему, конечно, Изи в конце не использовал. Я могу ошибаться, но, по-моему, его не было. То есть, не в колдауне был этот спел, но он его не использовал. А я думаю, могло бы это спасти его. Да, это могло бы спасти его. И так, у нас получается счёт 1-0. Да. Так, 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 и начинает выигрывать у нас Йонсау Епак. Команда выбирала название, кому добавить в такой победный пункт. Руины. Такого, кстати, вроде, да, просто раз в воскресенье у нас такого в руине вроде не было. Всегда выбирался, выбирался всегда на грант. Ну, видимо, пересмотрели свою позицию, а может, они просто забыли об этом, что можно и на ряду поменять. Да, что Шаману там несколько сложнее будет ходить. Да, вообще всем будет сложнее ходить. Конечно, антично, кстати. Стоит вообще отметить, почему вообще Калач выжил. В какой-то степени иногда уже от самого Калача, ну, иногда, да, против РМП, от него уже не зависит, выживет он или нет. То есть он стоит в полном десебле. Да, то есть от него вообще ничего не зависит. То есть он, ребята, я всё, то есть я сейчас умру, это всё, то есть вы тащите, тащите, как можете, делайте, что надо. Вот, в одном моменте шикарно-шикарно просидел, вот просто, ну, Шадос видел, Крео ушёл, да, он шадоустепнулся. Шадоустепнулся в Калача, там уже был стан лог полный, у Крео был тренки. То есть, ну, да, можно прыгнуть в него, да, стан, он тренканёт. И Джокер сразу разрядится, он там просто бам, там снесёт вообще. Он как бы, он решил, нет, я останусь на Джокере, по Джокеру он использовал Шадоустеп, дал Гороту. И всё, то есть, как бы, свитч вроде пошёл сильный, но закрепился на Джокере, Джокер уже как бы, ну, да, да, так, Лэнса покидал и всё. И после этого, причём он сразу же, вот как вот Горота прошла, да, немного посидел, сразу же после этого, потом уже прыгнул он на Крео и уже, так сказать, там, дал дизармы какие-то, помог, то есть просто вот Калача вытащили. Ну, а потом, конечно, стоит отметить этот дабл хир от ароматного, ну, это такое какое-то тоже стечение, конечно, обстоятельств, да, это, ну, это нужно было, чтобы... Не, ну, и безусловно, от него это тоже зависит. Да, то есть, нужно, чтобы, во-первых, у них не было вотфов, тринкетов, то есть, это, конечно, нужно что-то сделать, чтобы не было этих тринкетов, нужно что-то сделать до этого, то есть просто так они никуда не исчезнут. Да, ну, конечно, то есть, там, скорее, там Калача, я более чем уверен, не будь дабл хиром и, будь, скажем, возможность, в свою очередь, у Изди этот хир сразу снять, например, был бы он это там рядом, да, то есть выбрал бы какую-то позицию стоять рядом, 45 секунд до начала, то да, это, это, это был бы, скорее всего, килл Калача, и, ну, конечно, РМП задейфило бы Изди, но получилось, получилось, что получилось, на Изди были доты, на нем сидел Шадос, здесь полить ничего не дал. А смотри, на этой арене они могут вообще по любому таргету играть, и это будет не менее профитно, чем по Шаману, потому что Локу здесь будет тяжело уходить, мне вообще интересно, какую они позицию займут, поедут ли они по центру, или все-таки останутся у комнаты. Несколько я знаю, Терматы он любил, что же Больша в комнате как-то. Ну, РМП вообще, РМП за комнату может хорошо здесь наказать, то есть они просто будут вкатываться на полную вообще, я не думаю, что они будут. С другой стороны, конечно, там Изи нужно тоже будет дейфить, да, но здесь уже кто-кого, как-то так сказать, на кулдаунах перестанет, мне кажется, РМП свопьера может... Ездить в центре это удобнее будет, потому что он может бегать, и плюс постоянно новый придется не спорить, будут все наказать в эти новую. Итак, 15 секунд до начала. Скоро у нас старт, посмотрим, посмотрим, как сложится вторая, второй матч в серии Best of Seven. Как сапам еще повезет. 5 секунд до начала, да, стоит отметить, что такая, быть может у нас будет сегодня тенденция других сапов, это будут саплы от Крео по Шадосом. В прошлом, да, гоу, гоу, погнали, погнали команды. И у нас сразу уже Крео, Крео у нас выезжает, сапа Калачу, Джокер рядом, они оба готовы хорошее сделать опернер. Есть, где тоже, есть, где тоже. И это будет, вышли команды, и вышли они по какой причине? Ну, может, по-моему, вот команда Джокера быстрее поехали. Да, несколько было, да, мне тоже так показалось. Ладно, пока я продолжу, я в общем рассказываю, что у нас будет за турнир. Итак, вы сможете зайти вечером там под пивом, под сухарики, под кальмарики, то есть у кого что как. Заходите на страницу.